Доброй ранец, Беларусь! Доброго ранка, Украина! 3 февраля сегодня тестирую экофлоу на природе. У нас сегодня голубое небо, солнышко. Буду заряжать станцию от вот такого инверторного генератора Конда. Генератор маленький, мощность у него максимальная 900 Вт. Расход топлива 900 грамм в час при полной нагрузке и 500 при половинной. Станция где-то должна брать от него Ватт 600. Это где-то 60-70% мощности. На станции включена быстрая зарядка. Вот сейчас на ней 55% емкости. И сейчас я ее подключу к генератору. Не попадаю. Подключил. Так, пошла зарядка. Вот растет мощность потребляемая. Вот 300 Вт. 300-400. Слышно, как генератор стал работать. Вот 600 Вт это максимальная. Ну вот, где-то вот оно сейчас на этом и остановится. То есть, 620 Вт примерно стабилизировалось. Станция берет. 49 минут осталось до полной зарядки от 55% до 100%. 48 минут. На генераторе стоят плавающие обороты, которые увеличиваются в зависимости от нагрузки на него. Вот сейчас я минут на 15 оставлю. Посмотрю, сколько за 15 минут она зарядит. Сколько отдаст емкости на станцию. Вот уже 2%, пока я говорил, 2% уже зарядилось. Прошло 15 минут. Сейчас посмотрим, что у нас получается. На станции 79% это получается 25% емкости она за 15 минут набрала. То ли она нагрелась, то ли это генератор нагрелся, но уже берет она 643 Вт. 640 Вт на себя. Сейчас попробую включить генератор в режим максимальных оборотов. Генератор возвращался быстрее. Но в принципе на станцию флокса не подсто возвращаем в обычный режим. Дырчик работает очень тихонько, очень. Ну в принципе, вот уже 80% это получается. Вот да, 25% она взяла на себя. Ну что ж, за это время генератор съел, я думаю, грамм 250 бензина, не больше. На станции включился вентилятор, все-таки максимальная скорость зарядки идет, она греется. Тихо! Тестирование закончил. Выводы такие, что при скоростной зарядке технические параметры подтверждаются. Станция берет на себя даже больше Вт, чем заявлено по ТТХ. Ну и генератор тоже не подвел. Работает тихонько, расход у него получается очень маленький. Ждем солнышко.